Добрый вечер! Дорогие братья и сестры, добрый вечер, дорогие телезрители! Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой» и сегодня в прямом эфире у нас в гостях протерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер! Здравствуйте, отец Александр! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Батюшка, правда ли, что самый легкий путь ко спасению лежит в том, чтобы не осуждать других людей? Да, это так. И достаточнее у этого? Ну, вообще-то, конечно, нет. Потому что, ну, если вычленить из всего того, что, о чем Господь говорил, только не осуждение, это же потянет за эту ниточку очень много добродетелей, которые мы должны приобрести с помощью благодати Божьей. это и безгневие, и терпение, и молитву, ну, и любовь к ближнему. Просто осуждение очень распространено и очень наглядно. О нем Господь очень конкретно говорил. Да, не судите, не судимо будете. Вот очень с детства мне знакома такая формула. Думаю, все ее слышали. Ну, это я не знаю, но как-то ну, даже в поэзии в русской это тоже, а судьи кто? За древностью лет? Так что это, значит, было написано на скрижале сердца людей. Это очень как-то глубоко понималось. Ну, если уйти от людей, чтобы они тебя не окружали, не искушали, не соблазили. Ну, а память остается. То есть, может... Пока есть гордость в человеке, будет осуждение. Вот. Тут с этим связано. Бог гордым противится. Поэтому просто вот так взять и не осуждать. Можно не осуждать вслух. Хорошее упражнение. Но оно не спасает. Как некий этап, так сказать, ну, вот для того, чтобы ну, дети навыкли то, что для христианина это неприлично. мне кажется, любая добродетель, за которую человек возьмется... Ну, конечно. Оно обязательно откроет весь спектр. Обязательно. Потому что христианство, это же, ну, как-то цельная жизнь во Христе. Вот. И Господь через Священное Писание он, ну, все аспекты этого объяснил. Для многих, вот как нынешние Евангелия нам повествуют, даже пример показал. Очень такая глубоко трогающая история про исцеление вот этого расслабленного, которого принесли его друзья к ногам Христовым. Там, как-то, вот все очень так вот показано очень наглядно. И, конечно, тут прям ну, все-все раскрывается. В этом эпизоде вообще вот все человечество собралось. Да, конечно. Эти несут, эти осуждают, эти, а кто он такой, что так говорит. Вот все-все вот так вот. в одном доме. Такой срез. Есть вопросы у нас, батюшка? Слушаем вас, говорите. А что говорите? Ну, скажите здравствуйте. Сможете? Здравствуйте. И мы отец Катюшка Свердлов. Да, это я. Здравствуйте. У меня всю жизнь это один вопрос волнует. Всего-то? Моя мама родила меня и моего брата. Я родился в рубашке, а второй брат нет. Объясните, пожалуйста, что церковь думает об этом? Ну, думает о том, что каждому человеку Господь дает разные дары и разные кресты. Вот. А может быть, вы более такой, был человек восприимчивый к простуде. Поэтому мать родила в рубашке, чтобы вы часто не простужались, а брат был более закаленный. Может и так. Отец Дмитрий, правда ли, что Господь забирает человека из земной жизни в самое лучшее время для него? У меня внезапно умер папа. Острая сердечная недостаточность. Он с друзьями нес на носилках соседку, которая сломала ногу. Ему резко стало плохо. Он потерял сознание и спасти не удалось. Очень скорблю, молюсь, но мне не становится легче. не понимая, почему его забрал Господь. Ему было всего 65. Столько было у него планов впереди. Понимаете, жизнь человеку дана не для того, чтобы человек выполнил все планы. Вот если взять мою свою жизнь, теперешнюю, в которой я живу, у меня планов было очень много. и от некоторых я сам отказался, потому что понял, что так обстоятельства складываются, что мне их не выполнить и даже не стоит затевать. Дай Бог закончить то, что уже начато. Вот это я, это вполне реально. а когда потому что ну были планы такие ну большие на несколько лет, на 8-10. И ясно, что я не смогу это реализовать. Поэтому план это как бы ничто. И наши жизненные планы для Бога, они нельзя сказать, что ну совсем неинтересны. но во всяком случае всякие наши земные дела это ну только как некоторые упражнения, через которые мы можем как-то ну Богу и людям послужить. Вот. А ваш папа ну умер просто прекрасно. Это действительно прекраснейшая смерть. нёс человека больного на носилках и при этом умер. Вот уж воистину иллюстрация к тому, что человек умирает в лучший момент своей жизни. Ну ясное дело, что просто ваш папа избранник Божий. А то, что вам там легко, тяжело, это это тоже такое испытание. Ваш папа не старый человек, мне ровесник, но мой папа умер в 56 лет. И также до сих пор я скучаю по нему. И что ж теперь надо покоряться воле Божьей. Потом мужчина говорит мне тяжело. Как-то несолидно даже звучит. Жизнь это не праздник, не отдых. Это тяжелый труд. Преодоление скорбей, лишений. Это борьба за истину. Преодоление греха. Поэтому тяжело. выжив в конце концов не каменный, чтобы смерть отца закопали, руки отряхнули, пошли, так сказать, выпили немножко и забыли. Это так, конечно, не годится. Смерть это очень серьезное испытание для всех, которое наводит на разные мысли. у меня тоже недавно приятель умер, с которым мы четверть века дружили, а потом разошлись. И вот какое утешение было, сколько таких прекрасных людей пришли на похороны. Все говорили, какой молодой, какой молодой. умер как раз 56 лет, как мой отец. А мне в то время не казалось, что он такой молодой. Мне было под 30 или около 30. Так что? Чтобы ушла душевная боль, что обезболивающие пить? Нет. Каждый человек проходит через смерть матери, отца. Иногда бывают жены, хотя чаще всего жены переживают своих мужей. Поэтому нужно это принять по-христиански. Ну, так угодно Богу. Со смирением, с молитвой, даже с благодарением. Потому что про такого человека, как ваш отец, можно очень хорошо и внукам рассказывать. Ну, это все равно, что он как пожарный, спасая кого-то, погибает. Или вот ребята из спецназа выносили на руках детей, а им террористы стреляли в спину. Это навсегда. Или Женя Родионов. Надо было всего одно движение руки, крестик снять, а он этого не сделал. Остался христианином. Понимаете? Сто лет пройдет, тысяча, а Женю Родионову никогда не забудут. Почему? Потому что маленький мальчонка 19 лет, он проявил себя как настоящий герой, настоящий христианин. Так что это прекрасно, хотя и трудно переживаемо. Но все-таки надо больше думать о душе отца и благодарить Бога, что он ему даровал такую возможность. Это же награда. Зная его такое сердце, Господь дал ему такую возможность, чтобы в этот момент его и забрать. Как можно думать, что к себе, иначе была бы какая-то другая смерть. Недаром русский народ говорит, конец делу венец. Это прекрасно такая смерть, венчает жизнь человека. А 30 лет прожил или 300, это не играет роли. То есть никакой роли это не играет. если человек нужен Богу, как вот отец Кирилл, царство небесное, мы говорим это с уверенностью, то он продлевает ему жизнь почти до 100 лет. Нам всем было нужно, да и сейчас нужно, чтобы отец Кирилл жил среди нас. Это было для нас, для всех людей церковных, самый известный священник русской церкви в последние 50 лет. Как только человек вступает в жизнь церковную, он сразу с этим именем сталкивается, знакомится. Вот есть такой отец Кирилл. Но теперь уже был, но это не значит, что он куда-то ушел от нас. Мы всегда можем сказать Господи и вознести молитву о покоении. Если хотите, чтобы вам не так было скорбно, чаще ходите к папе на могилу, молитесь там, церковной молитвой, и придет утешение. Спасибо, батюшка, есть вопрос. Можно говорить? Да, да. Здравствуйте, батюшка, я хотела бы задать вопрос. Вот, читая вечерние и утренние молитвы, сейчас пост великий готовит к причастию чаще, чем обычно, читая последование правила святого причастия, каноны покаянные, можно ли читать эти молитвы вместе со священником? Ну, включая аудиозапись оптинских старцев, открывая свой молитвослов и читая вместе с ними, чтобы правильно ставить ударение. Хорошо бы, вот, вечерние и утренние правила я с удовольствием бы читала вместе со священником телеканала Союза. Грех это или мне отдельно читать, или можно все-таки вместе со священником? Вы мне вот что расскажите. В свою очередь задам вопрос. Что такое грех? Ну, грех это когда ты не веришь в Богу. Хорошо. А где неверие в Богу то, что вы читаете вместе с кем-то? Где тут неверие? Расскажите мне. Ну, здесь верие, конечно. Ну, если конечно, тогда почему вы спрашиваете грех или не грех? Нет, конечно, не грех. А теперь вот как вы думаете, руководитель канала Союз это Владимир Познер или кто-то другой? Нет, конечно, священник. Священник, так? А зачем священнику, если это грех, распространять его по всем странам? Потому что телеканал Союз смотрит не только в России. Ну, и на Украине, и в Белоруссии, и в Европе многие смотрят. Так что? А через интернет и в Америке, и в Африке какой тут грех? Вот совершенно непонятно. Неужели вот мы все священники, вот руководители канала Отец Дмитрий, вот он в Екатеринбурге живет, там очень хорошая такая команда молодая на телеканале Союз. Я там был у них раз три-четыре прям на Урале. Вот. И это все делается для того, чтобы вас ввести в грех. Ну, интересная такая мысль с вашей стороны. наоборот. Все делается для того, чтобы вот вы сказали, чтобы я правильное ударение ставила. Видите, как здорово. И чего тут плохого? Чего вы такая подозрительная? Вы нас всех подозреваете, что мы хотим вас ввести в какое-то искушение? Или думаете, мы вообще бесом, что ли, стараемся служить? Не знаю. мне кажется, тут, по-моему, само собой очевидно. Отец Дмитрий, может ли духовное чтение или духовная беседа заменить молитву? Нет, конечно. Порой человеку хочется почитать. Может ли вода заменить хлеб? и то, и другое человеку необходимо. Да. Белки, жиры, углеводы, клетчатка, микроэлементы, витамины. Не знаю, ничего не пропустил. Все нужно. на какой-то период, можно, например, сейчас постом основная пища стоит без животных белков. Но кто нам мешает? Растительные белки, грибы употреблять, орехи? Никто. книжку почитать порой легче, чем помолиться. И поэтому вот возникает. Конечно. Более того, есть и отцы древние давно заметили, что если человек молится и на без внушает ему, ну, ты хватит молиться, теперь почитай Евангелие. ему менее тошно от того, что человек читает Евангелие, чем молится. Вот настолько молитва, она отгоняет бесовскую рать от ума и сердца человека. Есть звонок? Алло, добрый вечер. Слушаем вас очень внимательно. Здравствуйте, батюшки. Здравствуйте. Отец Дмитрий, я хочу вот такой вопрос задать вам. Ну, пожалуйста. Ждем давно. Вот кофизмы. У меня в прошлом году два сына подряд умерли. Ну, имел уже час по году. Я читала 17-й кофизм. Поминание, значит, обусловших там есть у меня специальных салты. Ну, а сейчас можно читать уже Дня Славы подряд вот эти кофизмы. Уже не обязательно читать? Так на здоровье читайте. На здоровье. А потом еще второй вопрос. Я первую неделю не знала, что нельзя читать о кофице. И читала о кофице. Дома можно. Мы в церкви не читаем. А я дома читала. А домом можно. Дома это ваш храм. Когда? И где вы сами себе хозяйка. Ну, вот я когда исповедовалась, а батюшка говорит, что вообще-то сейчас не надо читать. Обожди, интересно, а вы, батюшки, каялись в грехах, а неужели молиться это грех? Нет, ну, как нет, ну, там все-таки не надо было читать. Ну, а почему не надо-то? Если сердце просит, если вы привыкли, если вам там все слова понятны, почему не надо? Ну, а как, если это что-то может быть непонятно. Вот именно. Ну. Ну. Так что в церкви у нас определенный чин. Да. У нас особый устав, он очень такой мудрый. Мы через этот устав очень много понимаем, познаем. А дома никто же вам не говорит, где шкаф ставить, где стол, понимаете, какую люстру выбирать, какие обои, это все ваше. Куда иконочки вешать? Дома человек может вешать иконочки, туда, куда ему удобно. Нет, ну иконочки это, конечно, ясно в красном углу. Ну, а какой красный, какой синий, это как мы назначим. Понимаете? Там она слушает. Ну, это и по второму разу. почему не отпускает тяжесть греха после покаяния и исповеди висит на душе камнем уже 17 лет в церкви? это надо знать знать, о каком грехе речь. Это нам можно объяснить. Потому что человек приходит и говорит, у меня вот на желудке как камень какой-то. Делаем рентген, даже желчный пузырь, он чистенький, никакого камня нет. Что человек имеет в виду? Надо исследовать. Та же и здесь. Что за камень? Камень камню тоже рознь. Бывает гранит, порывает известняк, бывает гнейс, бывает кремень, бывает песчаник, да малые камни, даже янтарь бывает. Мой девятилетний сын интересуется вашим мнением, отец Дмитрий. Нужно ли давать сдачу обидчику? Его обижают дети гадкими словами и кулаками. Мое мнение должен, он будущий защитник и своей семьи. А он вспоминает батюшку Серафима Саровского, который не сопротивлялся разбойникам и простил их впоследствии хоть сам и пострадал. Ну что ж, если мальчик дозрел для того, чтобы брать пример с преподобного Серафима, то, конечно, давать сдачи это хуже, чем потерпеть и простить. То есть это мужество требует больше. Конечно. И мужество, и силы, и терпение. Вот нам говорят батюшки, и званочек у нас. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Подскажите мне, пожалуйста, это вот вас беспокоит прихожанка из города Сочи. Я хотела вас спросить. У нас такая ситуация. Наш духовный отец, который венчал наш брак с мужем, который крестил наших двух детей и третьего ребенка считается крестным отцом, сейчас отключен от церкви на пять лет за счет того, что не упоминает нашего патриарха. Имя считает его иеретиком то, что он знает о статоликами. Вот что нам сейчас делать? Мой муж пришел в церковь только к этому батюшке, воспринимает только его и возит меня только к нему. Можем ли мы сейчас ездить к нему? С него не сняли рукоположение? Можем ли мы исповедоваться? Ездить к нему как на домашней церкви, я так понимаю, сейчас начинает строить, чтобы прихожане, которые сходили к нему и хотят оставаться рядышком с ним все это время, можем ли мы с ним молиться? Каждый человек может делать все, что ему угодно. И никакой Дмитрий Смирнов не может на него повлиять. Но я готов вот вам что рассказать. Если вы будете к нему ездить на исповедь и вместе с ним участвовать в строительстве церкви, вы должны знать, что вы сами себя отлучили от церкви, потому что он крестил вас не в свою какую-то церковь, а в русскую православную церковь. А то, что у него не хватает ума или образования, ну, так бывает. И гордость больше у него, чем образование. Поэтому в вопросах отношения католиков и православных этот вопрос ему не по зубам. Вот. И он, так сказать, отпал от церкви. То есть ему собственное мнение оказалось дороже, чем сама церковь. Можете себе представить? Вот. Поэтому я вот еще, видите, какой епископ хороший, дал ему срок лет пять. Ну, может, подрастет, опомнится, так сказать, это очень милостиво, так сказать, поэтому и сейчас, если он вот в поддельничек завтра пойдет, в ноги упадет владыки и скажет, владык, все, я опомнился, пелена спала, простите, молодого дурака. Ну, владыка его даст, может, и пить семью и восстановит его в правах. Вот и все. А ходить к нему, он же сейчас никто. Это все равно, что, понимаете, ходить, пить чай к самовару, где воды нет. Это совершенно бесполезное дело. Вот. Я очень ему сочувствую, ну и, конечно, вам. Ну, что же делать? Еще можно еще такое вопрос? Да, пожалуйста. Вот он говорит, что в этом году христианская наша Пасха совпадает с саудейской, и мы вообще должны переносить Пасху на неделю позже. И тем, кто с ним общается, он сказал начинать пост на неделю позже, и, соответственно, Пасху мы должны тоже отмечать на неделю позже. Ну, вообще, видать, совсем больной человек, потому что такого не бывает. У нас всегда для этого и Пасхалит составлял, чтобы саудеями в один день не праздновать. То есть, батюшка совсем бедненький очумел. С католиками у нас бывает время от времени совпадение, а саудеями никогда, при всем его старании. Раньше, позже. позвоните в сочинскую синагогу и спросите, когда у них Пасха. Вам скажут. Вот и все. Я поняла. Спасибо большое. Поэтому для этого не надо так далеко звонить. Что, у вас свои синагоги позвонили и спросили. Все вам скажут. Только они говорят не Пасха, а Песах по-еврейски. Ну, храни вас Бог, ходите в церковь, молитесь Богу и за вашу батюшку заблудшую тоже. Заболеть каждый может. Жена очень сильная и активная женщина. Все делала по-своему, с моим мнением почти не считалась. После всех конфликтов подала на развод. Сейчас ждет ребенка от другого мужчины, собирается замуж за него. Как глава семьи я несу ответственность за все, что происходило в семье. Но как можно быть главой семьи рядом с сильной, независимой, самостоятельной женщиной? А решение о создании семьи принимает мужчина. В любом случае. Сейчас я многим молодым женщинам советую сделать предложение самой мужчине. Давай вместе создадим семью. вот предлагаю тебе руку и сердце. Не хочешь ли ты, дорогой, на мне жениться? Потому что современный мужчина, он, как правило, маменькин сынок, а совсем не муж. Но и в этом случае он за все ответственный и он решает. Если он согласится, скажет да, я согласен на тебе жениться, он несет всю полноту ответственности. Поэтому раз ты такую самостоятельную сильную женщину выбрал, ну, значит, так. Женщину надо выбирать не по этим признакам, не по красоте, не по весу, не по образованию, не по тому богатую папа или мама, а насколько она близка Христу Богу нашему. Является для нее заповедь Божия, для ее души и ума чем-то серьезным в жизни. Вот тогда и все получается, потому что брак с точки зрения церковной это и домашняя церковь. Женщина, которую я выбрал, она хочет этого же? Если хочет, тогда можно на ней жениться. Если у нее какие-то другие задачи, то тогда лучше другую поискать, потому что иначе ничего не сложится. Интересно, но сейчас многие говорят, не могу найти себе невесту, не можешь и не надо. А другой говорит, а я не могу в магазин ходить. А третий говорит, а я не могу научиться плавать. А я некоторых знаю мужчин, которые не могут научиться водить автомобиль, жена водит. третий говорит, а я не могу зарабатывать, жена работает, в три раза больше получает. Ну, не может. Инвалид. Так что все в нашей жизни бывает. Есть вопрос. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Что скажете нам? Будьте добры, я хотел бы спросить, скажите, пожалуйста, кто такой духовник и как его найти? Может быть, это вот священие, которому я исповедуюсь? Правильно, вот это и есть духовник. Угадали. Ну, вы знаете, ну, как бы так получается, вот я хожу в храм, который возле моего дома, но попадаю как бы на исповедь к разным священникам. Ну, понятно. это естественно, потому что хождение должно быть не спонтанное, а должно быть осмысленное. Понимаете, какое дело? Если вы хотите проехаться на метро и приходите к станции то в два часа ночи, то в четыре утра, и удивляешь тому, что вестибюль заперт. Разве тут есть какое-то удивление? Да нет. Надо на часы глядеть. Когда метро открывается у вас там, когда закрывается, также и у автобусов есть расписание, и также у батюшки можно спросить, а когда у батюшки в следующий раз изволите принимать исповедь у нас окаянных грешников, он книжечку достанет, а может и запомнит и скажет. А бывает, вот как у меня, например, постоянные прям дни, мне и думать не надо. И человек приходит, уже люди знают. Так что, что тут? Язык до Киева доведет. Так что не то, что на исповедь в храм, который стоит во дворе вашего дома. Спасибо, я понял. Молодец, здорово соображаешь. Хорошо. Возможно ли следование за Христом вне его церкви? Дело в том, что следование за Христом это есть войти в его церковь. Основное дело Христа на земле было создание церкви. это все равно, что так говорить. А может ли душа спастись вне тела? Ответ не может. То, что человек это есть душа, которая помещена в тело. Как только душа покидает тело, спасение для нее всякая возможность прекращается. Так же и здесь. Как вне церкви? Вне церкви нет таинств. Вне церкви нет писания. Потому что, когда люди вне церкви, ну, например, иеговисты, пятидесятники, баптисты, берут столковать писание, там очень много они прям перевирают, то, что только церковь имеет ключ к пониманию писания, то, что церковь создала священное писание. Это из множества текстов она собрала и сказала, вот эти четыре Евангелия, они подлинные. Вот эти послания действительно Иакова, Петра, Иоанна, Павла, и тут приходит какой-то свидетель Иеговы, берет чужой текст, причем не им переведенный, а переведенный церковью русской причем, и начинает там что-то толковать. Это просто смешно. Это говорит, так, это так, ты слушай, браток, что ты в этом понимаешь? Есть звонок у нас, боже. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, отец Дмитрий, вы меня слышите? Прекрасно, вы знаете, каждое ваше слово ловлю. Отец Дмитрий, вот у меня два вопроса. Ну, первый, такой, пространный. Я недавно книгу прочитал от батюшки Александра Круглова. Вот там предание, дальнейшая судьба вот этого расслабленного, которого Господь исцелил. Там говорится, что он потом участвовал в завшении Господа нашего. Вот вы не слышали такого предания? Нет, никогда не слышу. Ну, второй вопрос, батюшка, вот как мне избавиться от болтливости? Вот сидим в бане, кто-то меня что-то спросил, и меня как понесло, 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 он уже и не рад, что я это самое, что вопрос задал. Вот по поводу как пуговицы, я пробовал, не помогает. Помните вы пуговицу? Я всем до сегодня советую. Ну, не помогает. Не помогает, тогда займитесь боксом. Вот, боксеры, они используют такую капу, которая закрывает зубы, чтобы их не выбили. Потому что если человек получает удар в голову, туда, ниже носа, то зубы об зубы может все потерять. А капа, она предохраняет. А с капой очень трудно вообще разговаривать. И будете молчать. Ну, да, очень. Успехов вам всяческих. Спасибо, батюшка. Пожалуйста. Я православная, мой муж является католиком, мы женаты уже 24 года, двое детей, православные. Муж с уважением относится к православию, но менять веру пока не готов. Я всегда считал, что пока он не перейдет в православие, венчание наше невозможно. Однако знакомый батюшка сказал, что может нас обвенчать, даже если муж остается католик. Действительно ли это не будет нарушением и пойдет ли нам на пользу? На пользу или нет, я не знаю, но то, что такая практика у нас существует с 18 века в церкви. То, что учение о семье и браке у католиков и православов оно идентично. Таинство брака признается и там, и там. Действительно. А польза это зависит от духовно-нравственных усилий этой семейной пары по строительству домашней церкви. Развелись муж с женой. И он приходит и говорит, но перед Богом-то мы все равно остаемся, мы же венчанные. Я говорю, нет. он очень был удивлен. Почему? Почему перед Богом они не остались мужем и женой? Хотя по государственным законам развелись. А при чем тут Бог-то? Ну вот хочется человеку как-то считать. Так считать может что угодно. Хоть римским императором себя можно считать. Кто же запретит? Приходишь на работу и говоришь, здрасте, я теперь римский император. И все. Но тебе вызовут скорую. Нет. Никто не будет вызывать и никогда скорой не возьмет. только только если ты будешь с ножом бросаться на людей и с тошным голосом орать. Тогда милиция, как специалисты по психиатрии, они тебя замотают руки назад и отвезут уже в психиатричку, а там будут решать, дурака ты валяешь или ты действительно римский император. считать можно что угодно. Вообще у нас народ потрясающе творческий. И каждый сочиняет все, что ему нравится, все, что ему удобно, какие-то разрабатывает схемы. Ну, надо же с чем-то себя успокаивать. А что волноваться-то? Бросил жену, развелся, ну и что? И еще хочешь с этого что-то такое себе выторговать? Ну, выторговать батюшка это первым делом. Ну, тогда опять не туда попал. Есть вещи, которыми не торгуют. Есть вопросы? Здравствуйте, слушаем вас. Ну что, смелее, смелее. Да как там разговаривают? Да никто с вами не разговаривает. Просто надо у приемника звук убирать и все. А у приемника? Ну да, 25 лет одно и то же говорим. Можно говорить, да? А у нас специальная передача, чтобы говорить. Хорошо, здравствуйте. Да вы выключите приемник-то. Выключи совсем. Здравствуйте. Ну, шестой раз здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Какой такой? Мы еще не слышали. У меня в детстве там ни церкви, ничего не было, и меня бабушки как бы крестили, что-то что-то там делали, я не знаю. И вот пришла в церковь крестить внука. Батюшка меня спросил, скажите, вы крещеные? Я говорю, ну, меня вот так, вот это самое бабушки что-то крестили, не крестили. он говорит, ну, хорошо, тогда я вас вместе с внуком буду крестить. Это правильно или нет? Конечно, правильно. А то я переживаю и все об этом. Да, вы переживаете, конечно, нужно все время переживать. Вместо того, чтобы взять Евангелие почитать и начать в церковь ходить, лучше сидеть дома и переживать. Уже внуки, а вы все переживаете. За это время можно было сто раз креститься. А вы вместо того, чтобы креститься, все переживаете. На здоровье, пожалуйста. Каким образом применять к современной жизни слова апостола Иоанна Богослова из второго послания? Кто приходит к вам и не приносит Христово учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Буквально. Потому что дом христианина это здание его домашней церкви. А в церкви и все, что христианская семья делает в своем доме, это есть богослужение. Едят ли, пьют ли, воспитывают детей, делают ремонт или пристраивают следующий этаж. Это все богослужение. Это все для домашней церкви. А тут приходит какой-то чуждый человек с каким-то своим учением. Как вообще такого приветствовать? Что там приветствовать? Это совершенно чуждый элемент. Надо от него сторониться. Нередко рассказывают, приходит соседка одиноко поговорить. Но обычно разговоры о чужих недостатках. И говорит, и жалко ее. Вот. И зачем же в этих делах участвовать? Жалко денег дай. Жалко кофту подари. А то и поговорить не с кем. ну а если приходит мужичок, который через каждое слово матом ссадит, а у нас тут дети, ему не с кем. А ему говорят, не ругайся, он говорит, я так привык. Ну и что? Пусть найдет кого-то другого. Скажет, что говорить, вон пойдем в церковь. Зачем же нам вот так жизнь такая короткая? И мы еще будем всякое осуждение выслушивать и так далее. Помочь бабушке там за лекарствами сходить, подарить что-нибудь. Это пожалуйста, это очень хорошо, это по-христиански. А вот это ля-ля, это учение. Звонят родственники. Мы к вам приедем погостить. А они тоже такие совершенно не церковные, не верующие. У них свой интерес. И уж они это точно свой дух сюда привнесут в домашнюю атмосферу. Ну можно ради опыта сделать один раз и посмотреть, что из этого выйдет. И им показать урок, как вы молитесь перед обедом, после еды, как на ночь правила читаете, как отбой бывает для всех детей, и все никаких. Там телевизор мы не смотрим, и так далее. То есть должно быть все не по их, а как у нас в доме. А так захотят они, ну пожалуйста, только они должны жить вашей жизнью, а не вы жизнью их. Батюшка, если в дом приходит такой бесцеремонный, достаточно такой нагловатый человек, как с ним-то быть? Потерпеть его? А смотря насколько пришел. Если небольшое время, можно и потерпеть. Ничего в этом такого, как упражнение. его все терпят, ублажают, он говорит, ой, как у вас хорошо. Можно я у вас поживу недельки две? Нельзя. Он же вежливо спросил, а мы ему вежливо отвечаем, нельзя. А он не спрашивает, он говорит, я поживу. Нет, нельзя. Мы тебе не разрешаем. И дальше уже можно объяснить. Ты привносишь совершенно другой дух. Нашим детям не полезно. Ты, к сожалению, в церковь не ходишь, постов не соблюдаешь. Понимаешь? У людей самое такое болезненное это кого-нибудь не обидеть. Это очень правильно. Поэтому никого не надо обижать. Но если человек обижается сам, пришел в чужой монастырь и хочет завести свои порядки. Это он нас обижает, а не мы его. Мы же взошей не выталкиваем. А знаете, что говорят? Вот христиане называются. А где ваше гостеприимство? Ну, как мы тебя приняли и достаточно а жить это совсем другое дело. Если хочешь, на гостиницу тебе денег дадим. Люди порой очень хотят на вот этом христианском доброте. Люди любят эксплуатировать. Вообще любой журналист он все время учит нас. Что мы должны, что мы не должны, как мы должны говорить, чего вот все рассказывают нам, как мы всем должны. Что должно для государства, что для истаблишмента, что должны там, должны здесь, кругом всем должны. Извините. Мы если и должны что-то, то только Господу Богу. Он наш отец, он наш кормилец. меня одна матушка так научила. Она была схимница, а до прежтого родила 11 детей. И вот она обращалась к Богу, Господи, кормилица ты наш. Меня так глубоко трогало, прям до слез. Я очень в это глубоко проник. Что именно кормилица. я не сею, не жну, каждый день сыт. Сегодня вообще уже два раза ел. А в мире из трех человек двое сегодня лягут спать голодные, а я уже два раза ел. Все Господь дал. Пустненькое, но очень вкусное, питательное. Спасибо, батюшка. Спасибо за передачу. пора нам прощаться. Всего доброго, дорогие братья и сестры. До свидания. Всего доброго. субтитрия и сестры.